Поселок Барвинково. По данным мэра, здесь обстрелами разбиты две трети домов. Это Изюмский район, и отсюда примерно одинаковое расстояние и до Изюма, самой горячей точки на карте Харьковщины, 35 километров, и до Славянска, 40 километров. Вот что остается от дома после ракетного удара. Пробило даже погреб. 60-летний хозяин за минуту до этого вышел во двор. Женщина спала. Это страшная трагедия. Это страшная трагедия. Женщину искали шесть дней. Тело не могли найти. Нашли на очень большом расстоянии. Даже батареи отопления были отброшены почти на сотню метров до забора. Мужчина сейчас в больнице. На разрушенном дворе хозяйничает только пес. Это был подвал под домом. После этого удара с улицы многие уехали, и Раида с Николаем не хотят. Должно быть, не было такого. Хоть раз, но стрельнут. Как вести себя во время обстрела. Сегодня жители общины приехали учить волонтеры Красного Креста. Люди что хотят сделать? Разминировать. Денис Медик и его дом остался на оккупированной части Харьковщины. Дом немного обнесли. Даже мамины трусы украли. Серьезно? Вы могли видеть Дениса на этих кадрах из Харькова, которые весной облетели весь мир. Не вставать! Не сжать! Здесь куча раненых, и Денис прикрывает одну из них с собой. Еще и кричит другим, как себя вести. Ложитесь на землю, прикрываете голову руками, открываете немного рот, старайтесь дышать. Потому что в таких условиях люди иногда забывают дышать. И желательно, чтобы вы находились ниже уровня земли. Кроме тренинга, волонтеры привезли на изюмщину 20 тонн гуманитарной помощи. Это брезент для перекрытия крыш, окон разбитых и так далее. А еще генераторы для тех сел, где нет света. Во многих населенных пунктах критическая гуманитарная ситуация. Ну вообще нужны в основном лекарства, еда и средства гигиены. То, чего нет, не купишь ни за какие деньги, потому что все закрыто. И где оккупировано, там никто ничего не дает. В Изюмском районе из восьми общин оккупированы пять. Еще одна была Клейская на две трети. Российские оккупанты всячески притесняют местных жителей. Им запрещается перемещаться по городам Изюм и Бакалея. Да, это подвалы, где закрывают, допрашивают, издеваются. В подконтрольных общинах не было ни дня без обстрелов. Авиация, ракеты, РСЗО, артиллерия. Это историческое здание. Оно пережило две мировые войны. Это городской глава показывает библиотеку. После ракетного удара не уцелело ничего. Центр Барвинкового разбит весь. Как и все админздания. Сейчас вы как придете, вот возле нашего. Договорить не удается. Среди бела дня прямо в центре города начинается обстрел. Несколько минут мы вместе с мэром Барвинкового лежим лицом в землю. Утренний тренинг Красного Креста был своевременным. Но несмотря на ежедневные обстрелы и жертвы, люди сейчас массово возвращаются в Барвинково. Только за последние 10 дней около полутысячи жителей. Спрашиваю и один почти ответ. Мы нигде не нужны. Это чужбина. Здесь у нас свой дом. Тот огород посадил. У дома сорняк. Я уже не могу психологически. Дочка у меня боится от этого шелуха. Ночью иногда может бабахнуть неожиданно. У них как там говорят по селу, у них по графику. Какой график у них? Вот как бабахнет, мы боимся, мы не спим. А до ночи в вашей сколько? Дочке восемь. Она боится. А чего не выезжаете? А куда? Нам некуда ехать. Мария Малевская, Александр Брынза. Специально для Марафона Фридом на канале ЮА.